Добрый день! С вами Лаврентий Ивановна Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии, и не только. Пофилософствуем и поговорим о вечном. Астрология – это мысль или учение о планетах, звездах и энергиях. Согласно древним учениям, планеты и звезды – это буквы универсального алфавита взаимосвязи макро- и микрокосмоса. Они используются как наглядная модель мира, позволяющая постигать глобальные процессы и проекцию влияния этих процессов на Землю, социум и отдельно взятую личность. Тысячи лет назад люди знали об эфире, знали, что энергия едина, но проявляется она по-разному. То есть мы имеем великое пространство с распределенными в нем энергиями, а планеты – это названные и описанные энергии. Можем сказать, что планеты – это сгустки энергий. Астрологическая карта представляет собой не что иное, как распределение этих самых энергий. Да, только нужно вдуматься, расширить сознание и осознать, с чем мы имеем дело. Воплощаясь на Землю, душа уже имеет опыт, потенциал, груз, цель. Опыт – это результат наших мыслей, поступков и чувств. Иными словами, душа имеет определенную окраску. Соответственно, душа является носителем вибраций различного порядка. Они направляют душу на получение новых ощущений, то есть задают импульс монаде. Душа притягивает в себе подобные вибрации из всего пространства и, естественно, сама притягивается. То есть она ищет вихри родственных ритмов и вибраций. Таким образом, что мы думали, о чем мечтали, чем существовали, на чем были сконцентрированы и так далее, все оживает и начинает искать или ждать встречи с подобным. Таким образом, душа будет притягиваться в родственные вихри энергии и будет пребывать там до того момента, пока она не встретит нужную комбинацию, которая позволит ей проникнуть на Землю и воплотиться. Эту комбинацию обеспечивают встреченные эманации планет. Именно они возбуждают в магнетической атмосфере Земли то самое притяжение души. То есть мы понимаем, что изначальным и определяющим фактором качества нашего существования в конкретной земной жизни является не положение светил в пространстве, которое было зафиксировано в момент нашего рождения, проявление, а степень нашей духовности, осознанности, нравственности в предыдущем воплощении. И этого, собственно говоря, тоже. То есть положение светил, планет в нашей натальной карте – это диагноз. Кстати, проявление. Наш язык словообразующий. Понимаете, к чему я? Приставка «про», «прото», «прообраз», «прототип», «прото-звезда», зачаток, «звезды», «проистория» или «протоистория», «прототекст». Приставка «про» изначально была «пра». Это лексема. Про, протос означает первый, главный, первоисточник. Протоиерей. То есть священник высшего чина, старший иерей. Отсюда приставка «про» в нашем случае явственно показывает, что речь идёт о некой первичной сущности, первичности, первооснове, предшествующем этапе для чего-то и кого-то. То есть наше рождение на Земле предназначено для чего-то высшего в дальнейшем. Для этого мы и смотрим натальную карту. Там это понятно становится. Это нужно понимать и задавать себе почаще вопросы. Куда я иду, для чего те или иные события мне даются, встречаются те или иные люди. И не просто желать и щёлкать своими волшебными пальцами, чтобы событие прекратилось, а разобраться, докопаться до сути. Мы не просто смотрим карту, что там с бизнесом мне поделать, а мы разбираемся в сути своей. Итак, таким образом, как мы в процессе своей жизни конкретного воплощения эволюционируем, думаем, чувствуем, это новый опыт, который мы накапливаем, иначе говоря, мы сами закидываем тем самым якоря в новые воплощения. Наша астрологическая карта, во-первых, показывает, как были распределены энергии, позволившие нам родиться. Во-вторых, показывает и схему наилучшего распределения энергии, то есть фактически это инструкция по использованию или дорожная карта, что тоже, собственно говоря, смотрится на консультации. Астрологическая карта, в-третьих, как и древние учения, на мистерии Калагода выявляет наши сюжеты. Мы читаем карту, как сценарий, мистерию, вынося наблюдателя за скобки, потому что по теореме Гёделя мы не можем оценить полноту или неполноту системы, находясь внутри неё. Только опосредованно это можно сделать. Калагод – схема трансформации, инициаций, превращений, прохождений, испытаний ради преображения. То есть мы имеем символическую систему распределения энергий с привязкой не к придуманному кем-то календарю, а с привязкой к солярному циклу, с выявлением в нём своего места. Здесь проявлены восемь сакральных обрядовых точек. Это контрольные вехи. Вот вам, собственно говоря, и проявление. Итак, астрология описывает и события, которые могут произойти в зависимости от условия осознанности и духовности человека. То есть мы говорим будущее многовариантно. «Человек наделён правом выбора». То есть фактически есть изначальный план, точка начала и конца, и нам дано право выбора, свободы, как преодолеть, как пройти путь. Время относительно, количество воплощений неизвестно, и всё зависит от наших поступков. Изучая карту, мы знаем программу духа и души в целом. Знаем суть, от чего, к чему идём, где периодически мы будем застревать и залипать. Знаем, когда душа будет радоваться, когда будет получать удовольствие, на чём концентрироваться, и в чём нужна осознанная, особенная проработка. Знаем упущенные моменты и хвостики, знаем иллюзии, осознание всего этого. И управление осознанно этим – это взрослое руководительство душой. Если вернуться к слову проявления, то я не сказала ещё об одном значении приставок «про». «Про» имеет значение направление сквозь, через что-то. А если вариант взять «проштудировать», «проговорить», «пропесочить» в значении «изжить», «осознать», «внедриться», то это уже о значении законченности, исчерпанности и тщательности действий. «Провизжать», «прореветь», «просигналить», «прождать», «проработать» – это прооднократное непродолжительное действие с заявлением о себе. «Прожилка», «прогалина», «проулок», «промежуток» – это значение нахождения между чем-то. «Про зелень», «просить», «проблеск», «прожелть» – значение изначальной стадии проявления или неполноты признака. Однако, есть ещё вариант «прокутить», «пропить», «проиграть», «просрочить» со значением «утраты», «траты», «потери». Таким образом, мы понимаем, что наша, эта жизнь является промежуточной между неким прошлым и будущим, но важно прожить её красиво и целостно, отработав прошлое и наработав некое будущее. Астрология даёт понимание того, как происходит и что происходит реально, что предшествовало и что будет. Это не двухмерная картинка, это многомерный, многоплановый мир. И я напомню, что трактовки мы смотрим в зависимости от уровня осознанности и духовности. Мы не читаем карты всех под одну гребёнку. Мы смотрим анамнез, то есть с чем человек пришёл к консультации. Напомню, мы живём в мире теней, в мире проявленном, материальном, а идея логос – это наверху. А тень, кстати, это граница между добром и злом. И если граница слабая, то из нижних миров начинается проникновение инфернального в миры верхние. И тогда начинается борьба в нашем междумирье, в нашем серединном мире за силу, энергию и знания. Борьба за душу, за человека, за углеводороды. Это вот как раз всё про это. Через наше тело, наш серединный мир теней, проявляются оба мира – верхний и нижний. Но в какой степени что? Управляется нами. И наш выбор на стороне чего, условно, мы находимся. Астрология даёт понимание смыслов, идеи, задумки. Астрология – это сакральные знания. Кстати, я напомню, слово «знание» издревле писалось тремя способами. Через букву «зело», когда речь шла о знаниях, через саморазвитие, самосовершенствование и труд. Через букву «земля», когда речь шла о познании мира, через быт, то есть жёсткие формы бытия обусловлены. Через букву «си», когда знания шли от высшего сознания, то есть через откровения. Мир яви, мир, в котором мы живём, проявленный. Но есть ещё и другие миры, другие планы бытия. И нужно про них помнить тоже. Давайте мы с вами сейчас вспомним притчу о неводе и рыбках с рыбиной. Ещё подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыбу всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошо, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. У этой притчи есть, конечно, продолжение, но мы к нему вернёмся чуть позже. Мудрость притчи в том, чтобы найти, осознать и понять в череде будничных событий ценность найденного. Возьмём притчу о сеятеле. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так, что он вошёл в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушили его, иное упало на добрую землю, и принесло плоды, одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Эта притча указывает нам на то, что возможности, энергии, Царство Божие присутствуют везде, и все их познать могут. И суть не в молитвах, постах или подаяниях, хотя, конечно, нравственность, благочестие никто не отменял. Суть, наверное, немножечко в сверхусилиях, тех самых гурджиевских, почву надо возделывать. И как раз о сверхусилиях я и хочу сегодня поговорить. Мы поговорим о плутоне, как проявляются потенциальные ресурсы из вот той самой возделанной или нет почвы. Плутон из открытых в Солнечной системе это самая отдаленная планета. Плутон был открыт 18 февраля 1930 года, когда он двигался в раке, знаке зодиаки, рак американским астрономом Клайдом Тамбу. В 2020 году было 90 лет со дня его открытия, со дня его проявления, со дня проявления планеты Нави в нашем проявленном мире. Вот, попадая в знак рака, Плутон вышел из Афелия. Овен, телец, близнецы, его наиудаленнейшая траектория, где он, соответственно, пребывал дольше всего и оставался наименее видим. Планета была названа именем греческого бога подземного царства Нави, обители мертвых, бога царства Аида. Его открытие пришлось на время большого экономического кризиса, бесконечных крахов на мировых биржах. Это был период после Первой мировой войны и перед началом Второй мировой войны. Атомная бомба официально изобретена вскоре после открытия Плутона на Плутонии во Льве. Да, то есть она была в 1942 году вот Оппенгеймер США, Курчатов СССР. В июле 1945 года атомная бомба была взорвана на полигоне, а в августе еще две бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Для рождения советской атомной бомбы понадобилось еще семь лет. Первый взрыв был произведен на полигоне в 1949 году. Но первые записки Эйнштейна на эту тему появились на Плутоне в Раке. Да, в СССР в это время на Плутоне в Раке борьба Ленина, Сталина, Троцкого, борьба за ресурсы, то есть человечески, борьба за энергию, обладание знаниями, сознанием. В это время планета иллюзий Нептун в весах. Партнерство под большим вопросом. Сюда и сюда в знак весов Плутон придет в 70-е годы и потом будет это все исправлять. Плутон уничтожает мешающее, раскрывает потенциалы, заставляет преодолевать стражей порога. Плутон указывает, как будет трансформироваться существующая реальность на физическом плане. Плутон это коллективная воля, энергия масс. Под влиянием Плутона атомная энергетика, ядерное оружие, атомные подводные лодки, разработка земных недр, добыча полезных ископаемых, утилизация, переработка отходов производства. То есть все здесь идет про трансмутацию, про трансформации. Люди с ярко выраженным Плутоном в гороскопе обладают настолько сильной энергетикой, что с легкостью подчиняют себе толпу и управляют ею. Планета наделяет их властью, против которой они бессильны и должны это принять. Человек, вобравший в себя энергию Плутона, способен совершить великие дела. Плоды этих поступков будут использованы как в личных целях, так и для потребностей общества. Правда, 24 августа 2006 года, в день независимости Украины и рождения НАТО, Плутон был лишен статуса полноценной планеты и переведен в разряд карликовых планет. как для карлика являться символом рождения и смерти, созидания и разрушения, начало и конца, с Плутоном и поясом Койпера не все так однозначно и просто. Для астрологов вот это развенчание ничего не меняет. мы имеем дело с особенными энергетическими потоками с циклами около 245 лет. Положение Плутона определяет миссию глобальные исторические значения для и задачи для поколений. Когда мы говорим о буквице, о рунице, мы понимаем, что там каждый символ раскладывается по планам бытия и каждая палочка означает целую мистерию. Криптофизика иными словами. То же самое и с астрологическими значками. И мы уже говорили об этом конечно много раз, но давайте повторим. Плутон самое правильное распределение энергии. Круг уходит вверх, то есть в мир прави и слави. Это наш дух просветления. Остается там точечку поставить. Дуга, чаша, луна, вместилище духа, душа и крест то самое распятие, взращивание осознанности, ответственности, духовности тут, на земле, в этом серединном мире, в мире жестком форм убеждений, страстей, конечно же быта, который ох как отвлекает нас от всего нужного. На сегодняшний день если мы посмотрим циклы планет, то получается очень интересная картина. С 2024 по 1944 Плутон в Водолее вычищает наваждение периода 1998-2012 Анализируйте. Затем 25 лет Плутон в Рыбах с 2043 по 2068 и он будет уже работать с ошибками и иллюзиями периода 2011-2025 Затем Плутон попадет на 31 год в знак Овен в свою обитель. Тут с 2066 по 2097 будут проходить самые жесткие радикальные перемены. Тут будет начало нового эволюционного витка. К этому моменту выбор пути уже будет сделан. Полная трансформация и вероятность какой-то глобальной войны. По моим исследованиям эра Водолея проявится в полной мере именно в 2059-60 приблизительно вот там годах. То есть понятно, что эра Водолея уже началась, но она только делает первые шаги. А вот там в конце 50-х начале 60-х она уже проявится в полной своей силе. Нужно, чтобы Уран был в сильном положении Скорпион, а Нептун иллюзии в слабом Близнеце, там он в изгнании. Это символический перелом такой вот будет. Итак, что же нам все-таки дает проявление планеты Нави? Я напомню, Плутон проявился в 1930 году. С этого момента мы можем его трактовать. До 1939 года Плутон в Раке. Вообще, в принципе, если бы так рассматривать, то с 1912 года по 1939 в Раке, то есть по 27 лет. Именно в эти годы образовался СССР в 1922 году. Плутон должен был раскрыть потенциал народа или уничтожить его. Именно тут появились первые записки Эйнштейна об атомном оружии, национализм, нацизм, уничтожаются иллюзии касательно рода, родины, проявившиеся в первые десятилетия XX века. Именно тут проявился патриотизм и национализм в крайней степени, появились новые концепции управления и власти, появилась эмансипация, появились новые методы воспитания детей и приготовления пищи, рак. Задача под Плутоном в Раке была научиться управлять эмоциями, чувствительностью, инстинктами, скрытыми подсознательными процессами. Учение Фрейда, извратившего все до нижних чакр, как раз именно тут и находится. Плутон совершает ингрессию в знак Льва, то есть это его экзальтация в 1938 году и находится во Льве до 58 то есть 20 лет. Плутон на высшем уровне управитель Льва, до того самого чемоданчика в том числе. Самодача, проявление личности через подъем социума, ключевое слово здесь будет мощь, следовательно, и ответственность за нее, кому много дано, с того и много спросится, то есть максимум власти, лидерства, распоряжение жизнью, смертью, та самая ядерная кнопка в руках правителя, управление магией, регенерация, ключевые слова Льва, любовь, саморазвитие, творчество, дети, а мы получили детей войны, групповой героизм, собственно, как и эгоизм, но это уже плохое прочтение, появилось нечто сверхмогучее, супергуру, я стала первой буквой, потому что подпитка толпы обладателем Плутона во Льве обязательна, творческая разрядка, собственно, говорят тоже, вспышка рака именно у этого поколения. Плутон совершает ингрессию в знак Девы в 1956 году, проводит в Деве 16 лет до 1972 миссия здесь упорядочить, структурировать, использовать свою энергию для практического служения социуму, трансформации Плутона по экологии, психиатрии, медицине, аналитика, изобретательства, революции в науке, честолюбия, прагматизм, выведение законов, конструктивизм. В плохом смысле, конечно, здесь проявился нигилизм, критика, пуританство, энергия ушла в работу от слова рабство. В технику, понятное дело. Затем Плутон совершает ингрессию в весы, это его изгнание, тут он проводит 12 лет, с 1971 по 1983 год. Миссия найти гармонию, развить красоту отношений, эстетику, поднять партнерство на высокий уровень. Закон, система ценностей, ключевое слово, коллективные инстинкты, партнерство, самосовершенствование, этика, эстетика, культурное развитие, гуманизм, гармония, эксперименты в связях, в отношениях, политика договоренности, договорники, мораль и правопорядок. На таком Плутоне нельзя использовать личную заинтересованность, черное учительствование, эгоизм, геноцид, приспособленчество, выгода не должна здесь быть, колебания, безнравственность, это отрицательные качества Плутона в весах. Затем Плутон в 83-м году совершает ингрессию в знак своей обители, в Скорпиона и проводит здесь время до 95-го года, то есть 12 лет. Миссия научиться управлять энергией, особенно в экстремальных, неожиданных ситуациях. Максимум стойкости к переменам, раскаяния, покаяния, законы кармы, раскрепощения, ужасы, секс, власть, оккультизм, интриги, тайны, насилие, убийства, испытания, наркомания, психиатрия, гороскопы независимых стран СНГ с Плутоном в Скорпионе. Это про испытания, про раскрытие своих потенциальных ресурсов в неожиданные моменты и испытания независимостью, то есть свободой. Плутон в эти годы идет по следам Нептуна периода 1955-1970 годов. То есть вот то самое развенчание, оно как раз сюда приходится. Затем Плутон совершает ингрессию в знак Стрельца и 13 лет с 1995 по 2008 тут, собственно говоря, и проводит. Создание новой идеологии общества, реформаторства, новые знания, расширение горизонтов, духовное обновление, гуманизм, философия, вся шизотерика вместе взятая здесь в том числе проявляется. Познание других культур Плутон в эти годы идет по следам Нептуна периода с 1970 по 1984 год. Плутон совершает ингрессию в знак Козерога в 2008 году и проводит здесь до 2024 года, 16 лет. Здесь наша задача научиться концентрировать свою энергию ради высшей цели, умения жертвовать эгоистичным ради служения общему. Здесь про целесообразность идет речь. Создание нового политического строя и экономики проходило как раз вот у нас с вами буквально на глазах. Установление и жесткость в то же время, жестокосердие, новые иерархии, понятно, целеустремленность, целесообразность, аскетизм, консерватизм, упорство, да, где-то, конечно, и излишняя жесткость. Плутон в эти годы идет по следам Нептуна периода с 1984 по 1999. Вся эйфория и обман перестройки и 90-х тут как раз и вычищаются. Уран в эти годы в Овне и Тельце готовит почву, а Нептун в Рыбах. Подчеркивается тема духовности, то есть возрождение духовного. Плутон совершает ингрессию в знак Водолея в 1924 году, пробудет здесь 19 лет до 2049 43 года. Здесь он находится в падении. Работа на астральном уровне осознание единого большого человека. Популяризация масс, окончательный выбор между добром и злом, мобилизация в конце концов духа в первую очередь. И тут я снова вспомню притчу о неводе и рыбках. Ещё подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили, как мы уже сказали, но ещё концовку я обещала. так будет при кончаении веха. Из идут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будут плач и скрежет зубов. В это время уран в тельце и льве, Нептун в овне и тельце, к власти придут люди с плутоном в весах, то есть те, которые родились в районе 80-го года, плутон в водолее идёт по следам Нептуна периода 99-го 2012-го вычищает те иллюзии, тот самообман. На этом оканчивается эра рыб. И следующие 25 лет зачистит всё по рыбам. И какие проявления рыб мы можем вспомнить? Понятно, что христианство, учение Христа и затем его перекручивание использование ради управления массами. Это тайные ложи, это исследование внутреннего мира человека, это искусство, но и уход в иллюзию, в грёзы, в образы. Это когда мы играли какие-то роли, носили какие-то маски, за которыми прятались сами же от себя. Неважно бессознательно или осознанно. Это уход в навязанные стереотипы, догмы, уход в автоматизм и полное глушение души. А Плутон, идя по следам Нептуна, выдёргивает из тех образов, меняет декорации, переназначает роли. И хорошо бы самим со своей ролью как-то определиться. Да, порой, конечно, всё мы это изживаем довольно-таки болезненно, но так мы раскрываем свои потенциалы, познаём себя, трансформируемся, именно про это наш Плутон. Эпоха рыб была для того, чтобы мы поняли душу всё-таки, осознали трагизм иллюзий и падения, поняли мир материальный с духовной ответственной точкой зрения. Люди не меряются зарплатами, почками, потомствами. Люди это боги, рождённые на земле для любви и творчества, для познания мира и себя в гармонии. Мы должны прийти к этому, должны понять, что каждый из нас независимая творческая личность, но в то же время несущая ответственность из-за всех и всё мир един. Плутон совершит ингрессию в знак рыбы в 2043 году, пробудет 25 лет до 2068. Вот оно будет осознание эпохи рыб и окончательное наступление эпохи водолея. Осмысление трагизма и грехопадения эпохи рыб, в то же время духовность, романтизм, возрождение, посвящение. Нельзя снова одеть очки и впасть в мечты и иллюзии. Да, здесь будет очень мощное самопожертвование, то есть разотождествление со своим эго. Плутон управитель рыбы на уровне гуны, страсти и благости, то есть начиная с ученика, вот только там уже проявляется Плутон в качественном понимании. В эти годы Нептун одухотворяет материю в тельце, уран приносит познание по темам рак-лев, то есть род и ответственность. Плутон в эти годы идет по следам Нептуна периода 2011-2025 года. В знак Овен Плутон совершит ингрессию в 2067 году и там он пробудет 30 лет. Ключевое слово выбор пути, проявление себя, инициатива. Жесткие радикальные времена, хочу я сказать, начало нового витка эволюции, трансформации, индивидуализация, выбор нового пути, чистка устаревшего. У власти в этот момент будут находиться люди с Плутоном в водолее, то есть революционеры. Теоретически, если бы Плутон был проявлен ранее 1930-го года, то в этом положении он был в середине 19-го века. А это передел мира и конец межпотопной цивилизации. поэтому анализируйте, что происходит, понимайте откуда и куда вы двигаетесь. Помните о системе ценностей, будьте честны перед собой и своим высшим началом, принимая какие-либо решения и совершая поступки. Думайте о выгоде души от всего этого и осознавайте, где ее залипания и иллюзии. И снова мы вспомним стихотворение Киплинга. Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущие за смятенье всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы не снисходи до них, умей прощать и не кажись прощая великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания и мыслить мысли не обожествив, равно встречая успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов, когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит иди. Останься просто, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой, будь прям и тверд, с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неумолимый бег, тогда весь мир ты примешь во владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек. Плутон, это очень мощная энергия, которой нужно уметь пользоваться. Он о раскрытии потенциалов, об умении правильно распределить энергии, творческую, психическую, сексуальную, физическую, интеллектуальную, куда и как написано в натальной карте. В свое время мы потеряли планету Фаэтон, а она связывала наше личное и социальное. Символично и разжалование Плутона в карлике, это его магическое убийство. Кому и для чего это было нужно, чтобы мы перестали меняться и перестали раскрывать свои потенциалы. Но на нас это не подействовало. В любом случае ответственность, осознанность, сопричастность мы с вами бдим. Мы с вами будем умничками. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в фейсбук. Вместе будем разбирать ваши натальные карты, вместе искать предназначения и исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую в телеграм и в инстаграм. Это наша с вами дополнительная площадка для разбора самых сложных аспектов каждого дня и поиска и глубинной проработки. Обратите внимание на адрес моего телеграм-канала астролог Лаврентьева Анастасия. Вот только такой и никакой другой. Скачивайте наши астрологические календари и ингрессии планет, скачивайте и будьте синхронны к божественному плану. Ссылки вы найдете в описании к этому ролику, там же будут самые интересные прогнозы и ингрессии. Будьте умничками, с верой в вас и любовью. Ваша Настя, Ваша Настя из Одессы. Всегда. Ваша Настя, Ваша Настя, Ваша